Полет фантазий, так скажем, унес нас в сказочный лес и придумали парад елок. И каждая группа воспитанников вложили свою частичку души вот в эти елочки. Дешкалятые воспитатели украсили елочки мишурой, игрушками и бумажными рукавичками. На фасаде самого садика повесили гирлянды. В сказочную атмосферу погрузилась и 75-я школа. И мы решили создать вот эту инсталляцию световую в стиле сказочного дворца. На украшение фасады ушло два дня, руководил процессом трудовик. Собирать мне помогали ученики. Это было такое веселое мероприятие для них. Ну и для нас педагоги некоторые помогали, потому что лишний раз прикоснуться к сказке новогодней. Приятные хлопоты были погружены не только образовательные учреждения. Работа кипела в ресторанах, магазинах и даже в управляющих компаниях. Все эти организации стали участниками конкурса на лучшее новогоднее оформление. Проводить его администрация города начала в 2019 году. И увидели, что поступило всего 48 заявок, мы немножко даже разочаровались. Пришли к выводу, что только я и моя команда таких сумасшедших, по-хорошему сказать, людей, которые хотят преобразить наш город. И когда в этом году мы увидели в три раза большее количество заявок, мы очень обрадовались. И действительно у нас получилось создать в этом году определенное, наверное, волшебство в городе. Колдовать над украшением зданий участники конкурса начали в декабре. Некоторые вообще с весны. Выбирали это, во-первых, по художественно-дизайнерскому оформлению, по световому оформлению. То есть это наличие гирлянд, шаров, различных фигур, эстетичность, гармоничность, безопасность. Авторов 20 самых оригинальных иллюминаций сегодня пригласили в городскую администрацию. В числе победителей оказались и педагоги из 75-й школы. Несмотря на то, что 21-й год уже встретили, многие пока не хотят убирать украшения. Говорят, снимут их ближе к февральским праздникам.